АРМРЕСТЛИНГ Участники соревнуются в восьми категориях. Юниоры от 14 до 18 лет в весовой категории от 65 килограмм и выше. Мужчины в весовой категории от 70 килограммов. Мужчины и женщины в абсолютной весовой категории. На соревнованиях выступили как опытные мастера рукоборья, так и начинающие спортсмены. Например, для участника Максима Романюта в категории юниоров. Вдохновлением стал известный ютубер и чемпион мира по армрестлингу Акимба 69. Занимаясь в третий год, армрестлинг очень привлекательный такой вид спорта. Он набирает популярность сейчас в данное время. И у него много очень, получается, людей, которые продвигают его. Поэтому, я думаю, армрестлинг как раз такой вид спорта, которым сейчас надо заниматься. Соперники борются на протяжении десятков секунд или минут. А некоторым спортсменам удается завершить поединок. За считанные секунды все решает подготовка. Когда выхожу на стол, на сцену, это адреналин, захватывает дух. Противники неизвестные по силе. Мне интересно показать себя, посмотреть на других. Я считаю, что это хорошее соревнование, хороший вид спорта. Покажи себя, свою силу. Я считаю, что это достойное развитие. Приковывают внимание и женские поединки. Безусловно, эта категория не самая многочисленная. Но стремление попробовать свои силы вызывает уважение. Было захватывающе. Мне очень понравилось. Перед тем, как побороться, мы... Все это ожидание, в общем, весь этот мандраж привел в трясущееся состояние. В принципе, я довольна своим результатом. Компания «Еврохим» уже не первый год активно участвует в социально значимых проектах. Как для Березняков и Уссули, так и в целом для Пермского края. Поддержка спорта – часть ключевой стратегии по реализации ЕСЖ-политики комбината. Спортивные сотрудники – залог успеха. Карина Волошина, Сергей Калейник. Новости. Версниками.